Во имя Отца и Сына Сына и Святаго Духа. Аминь. Страдания святого мученика Иоанна Нового Родиной блаженного Иоанна был город Янина, находившийся в греческой области, именовавшийся Эпиром. Некогда этот город был местом постоянного пребывания греческого царя Пира. Родители святого Иоанна были благочестивые христиане. Оставшись после их смерти в юных летах сиротою, Иоанн пришел в Константинополь с намерением трудами своих рук добывать себе здесь необходимые средства к жизни. Он имел здесь так же, как и прочие ремесленники и торговцы, место на общественной площади и таким образом содержал себя своим ремеслом, имея достаток во всем необходимом. Бог споспешествовал ему во всех делах его, так как он проводил добродетельную жизнь и строго исполнял закон Божий. Жителями Константинополя он был прозван Эпиротом, так как был родом из Эпира. В то время Константинополь уже находился под властью мусульман, исповедовавших магометанскую веру. Многие из христиан, соблазнившись магометанским нечестием, уклонились в магометанство. В особенности же много было ремесленников и купцов, ранее исповедовавших христианскую веру, но потом перешедших в магометанство. Истинному христианину, блаженному Иоанну, и пришлось жить среди таких-то людей. Со всех сторон его соседями по торговле были отвергнувшиеся от Христа и присоединившиеся к магометанству отступники. Иоанн часто открыто с ними припирался, изобличая их отступничество, так как это был юноша разумный, смелый в речах, говоривший за истину без страха. За все это соседи Иоанна стали ненавидеть его. Они были недовольны также и тем, что видели преуспеяние в торговых делах святого. Так как Иоанн приобретал все более и более успеха в делах торговых, то прочие торговцы и ремесленники стали ему завидовать и начали замышлять, какое бы возвести на него обвинение, дабы погубить его. Блаженный же Иоанн, видя замышляемые против него козни, не устрашился их, но еще сильнее всею душою вожелал пострадать за истину Христову. И вот, отправившись однажды в Великую Пятницу к своему духовному отцу, Константинопольскому протопресвитеру, он исповедал ему свои грехи, а также сообщил ему о вражде, злобствовавших на него и искавших его погибели соседей. Передал также и о своем желании пострадать за Христа и просил от духовного отца своего полезного совета и утешения. Видя молодые годы святого, протопресвитер не советовал ему отдаваться на мучения, сказав ему «Чадо, исследуй прежде внимательно, не внушен ли тебе дьяволом такой помысл? Ведь дьявол многих людей возбуждал к мученичеству, намереваясь предать их на посрамление всему миру, после того, как они не в состоянии были перенести мучений и отпадали от веры». Святой же Иоанн отвечал ему «Я надеюсь на Христа моего и твердо верую, что Он не отдаст меня на поругание врагам моим, но укрепит меня Своею силой, дабы я был в состоянии победить силу вражию». Чада, сказал на это протопресвитер, в Слове Божьем сказано «Дух бодр, плоть же немощна» Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. «То дело, на которое ты идешь, требует большого приготовления, требует непрестанного поста и молитв. Когда ты очистишься подвигами поста и молитвы от всякого греха, тогда Бог сам скажет тебе, как поступать тебе, ибо Бог обычно вселяется в чистых душах. «Итак, возлюбленный, внимай себе и иди с миром, а я буду молить Бога, дабы Он сохранил тебя от всех твоих видимых и невидимых врагов, от людей и бесов, и дал бы тебе победу над ними». Сказав это, протопресвитер с миром отпустил юношу. На следующий же день утром блаженный Иоанн снова, с светлым лицом и радостным духом, явился к своему отцу духовному и сказал «Честные очи. В минувшую ночь я видел себя во сне, стоящим посреди пламени и неопаляемым, но веселящимся и ликующим, подобно трем отрокам в вавилонской печи. И так я надеюсь, что замышляемое мною дело с помощью Всевышнего дойдет до благополучного окончания. Я умоляю и тебя, честные очи, подкрепи меня своими молитвами». Отец духовный на это сказал ему «Да укрепить тебя, чадо, Бог, победить адского волка. Я разумею невидимого змия, и да сподобит он тебя увенчаться мученическим венцом». Укрепив многими и другими ласковыми речами юношу на его подвиг, протопресвитер отпустил его, обещая молиться за него Богу. Когда блаженный Иоанн пришел на рынок к своей лавке, то ненавистники его, наперед составивший план его погибели, стали говорить друг другу. «Этот человек не тот ли самый, который открыто отвергался Христа в трике? Для чего же он здесь держит себя, как истинный христианин?» Услыхавши эти слова, юноша грозно посмотрел на говоривших и спросил их «А мне ли вы говорите, или, может быть, о ком-либо другом?» «О тебе, — отвечали они, — а не о ком-другом, и разве не правду мы говорим?» «Со мною никогда не было и не будет того, — отвечал святой, — чтобы я отрекся от Христа Бога моего, в трике ли, в другом ли каком-либо месте. Я живу и всегда буду жить для Христа Бога моего и готов всегда умереть за Него». Придя в сильную ярость от таких слов святого, враги его быстро устремились к нему, как бы готовые сейчас же умертвить его, и тотчас же повлекли его к судилищу. Святой юноша шел поспешно, сияя лицом своим, как бы отправляясь на пир. Когда святой был приведен пред судилище, то враги его явились здесь и клеветниками, и свидетелями, и судьями святого. Они обвиняли его единственно в том, что он в фессалийском городе Трике будто бы открыто отвергался Христа и принял магометанскую веру, а пришедший в Константинополь снова притворяется христианином и хулит магометан. Начиная допрос, враги святого прежде всего стали выказывать притворное и лицемерное сострадание к нему, как бы жалея его, и стали ласково увещевать его отречься от Христа. Затем, увидавши, что он стоит непоколебимо в христианской вере, они стали устрашать его к отречению от христианства угрозами, но, не достигнув ничего и этим путем, стали немилосердно бить его, после чего ввергли его в темницу, намереваясь держать его здесь до тех пор, пока не решат, что делать с ним далее. На другой день утром, выведя святого из темницы, нечестивые судьи стали его спрашивать, не решил ли он отречься от Христа и принять их веру. Но, увидав, что он по-прежнему непреклонно исповедует христианство, они снова начали бить его без пощады толстыми палками. Святой же, как твердый адамант, молчаливо претерпевал наносимые ему побои, как будто били не его, а кого-то другого. Он только тихо молился Богу, говоря, «Я ни за что в мире не отрекусь от своей веры. Никогда не будет со мною того, дабы я стал веровать по-иному, а не так, как это прилично христианину. Никогда не будет того, чтобы я был обольщен ласками или побежден мучениями. Делайте со мною что хотите, дабы скорее я перешел от всей кратковременной жизни к жизни вечной. Как Христов раб, я следую за Христом, и за Христа умираю, дабы жить с ним вовеки». Неправедные судьи повелели снова бросить святого в темницу. Мученика теперь уже не вели, но влекли по земле, рвали его за волосы, ударяли по щекам и попирали ногами. Наконец он снова был заключен в узы. На другой день святой был снова выведен на суд. Но так как он дерзновенно продолжал говорить то же самое, что и раньше, то его опять начали бить без милости. В то время, когда его били, мученик радостно воспевал церковную песнь «Христос воскресе из мертвых» и прочие, ибо тогда были дни Пасхи. Все тело святого было изъявлено ранами, и земля около него обогрилась кровью. Между тем святой мученик, как бы ни своим телом, терпел страдания, но во время мучений то пел, то обращался к своим мучителям со словами «Бейте, бейте меня из всех сил ваших, бейте, и насколько можете увеличивайте побои. Но тем не менее вы никогда не будете в состоянии отвратить меня от Христа моего и соделать своим единомышленникам». После сего, устыдившись, мучители снова ввергли мученика в темницу и здесь мучили его в продолжении нескольких дней голодом и жаждаю. Потом снова вывели его из темницы и, видя, что он, несмотря на все мучения, не изменяет вере Христовой, осудили его на сожжение. Когда святой, закованный железными цепями, был выбеден на смерть, как овца на заклане, то во время пути мучители его били его руками, ударяя по лицу и оскорбляли его бранными словами, но некоторые из бывших здесь выражали ему свое соболезнование и просили его не губить свою юность. Но Христов мученик шел на смерть с великим торжеством, как бы готовясь получить какие-либо великие почести. Наконец, святой Иоанн дошел до места, где был разложен мучителями большой костер. Святой, не дожидаясь, пока его бросят на костер, мужественно сам вошел на него и стал в самое пламя. Тогда мучители, ухватив конец цепи, которой был скован святой Иоанн, вытащили его из пламени. Святой же мученик сказал мучителям, «Зачем вы не даете мне сгореть в пламени? Зачем препятствуете тому, чтобы я стал благоугодную для Христа жертвою?» Тогда судьи, хотя и знали, что смерть путем сожжения огнем весьма мучительна, но как святой сам сильно желал такой смерти, то переменили свое решение и осудили святого на смерть не через сожжение, а через усекновение мечом. Они приказали палачу отсечь голову непобедимому юноше, а затем бросить отрубленную голову вместе с туловищем в костер. Таким образом, святой новый мученик Христов Иоанн восприял в 18-й день месяца апреля венец мученический. Несмотря на то, что тело святого было сожжено на костре, верующие нашли некоторые части его костей, уцелевших от огня. Взявши их, они с благоговением хранили их у себя, прославляя Христа Бога нашего, восхваляемого со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok